Добрый вечер, дорогие телезрители! С вами программа «Резюме» и я, ее ведущий, Владимир Панфилов. На прошлой неделе внезапно из ведомства Марины Ивашиной пошли такие посылы, как «Выборы закончены, мы уже угомонились». Если угомонятся оппозиционеры, то на Орловщине сразу настанет изобилие плодов и благорастворение воздухов. А кого же записали в оппозицию? Нужно отметить, что борьба с сынокомыслием началась сразу после реформ губернаторских СМИ и шла по принципу «бей своих, чтоб чужие боялись». Первыми безвременно пали орловские комсомолецы и просторы России. Вот что касаемо Орловского комсомольца, то отряд не заметил потери бойца. Закрытие же просторов вызвало недоумение. Это был наиболее профессиональный и коммерчески успешный проект губернаторских СМИ. Удивительно, но во враги была назначена даже ОГТРК. Очевидно, Ивашины, их программы казались недостаточно радикальными и отмороженными. И своими интригами ее ведомство так достало московское руководство канала, что в Орлов был вынужден приехать высокий представитель из Москвы и успокоить ретивых. Вот слава богу, руководство ОГТРК не поменялось. И все отметили, что канал очень достойно и взвешенно прошел через выбор. Также была сделана попытка убить Первый городской канал, когда в течение месяца по внезапному приглашению Марины Евгеньевны его покинули почти все корреспонденты и основной технический персонал. Затем полгода они находились в хорошо оплачиваемом налогоплательщикам и отпуске. Кстати, к чести руководства Первого городского канал набрал молодежь и вполне успешно занимают свою нишу на Орловском медиапространстве. После думских выборов к оппозиции уже причисляли всех и каждого. Например, телеканал «Истоки», который был всегда центристским, и основной формат его была независимость подачи информации, вдруг стал в Орловском правительстве нон-град. Чтобы мы вдруг не сказали чего-нибудь лишнего, нас просто перестали пускать на совещание с участием губернатора. Ухищрений для этого придумали массу. Иногда дело доходило до абсурда. Вы подавали заявку на совещание оперативного совещания. Сегодня нет оперативных совещаний губернатора. Сегодня нет оперативного совещания. А вот в 12 часов совещания... Это плановое совещание. Плановое совещание. Нас туда не пустят? А вы заявку не подавали. Вы думаете, на данный момент что-нибудь изменилось? Отнюдь. Декларируя «ребята, давайте жить дружно», Министерство правды не собирается разрабатывать правила аккредитации при правительстве области. И на каждое совещание или планерку нужно подавать отдельное заявление. И еще недоверие к лозунгу «Мир, дружба, жвачка» вызывает еще один факт. Вспыл документ, из которого следует, что по отношению к админам сайта Орлец МВД Орловской области проводят оперативно-следственные мероприятия. И что проводятся они по требованию из областной администрации. Вот похоже нам грозит грандиожнейший скандал федерального уровня. Феномен сайта Орлец заключается в том, что это наиболее демократичная площадка для общения. Около 400 корреспондентов. Подобные проекты пытаются запустить в Курсии, Краснодаре, на Дальнем Востоке, однако они там популярностью не пользуются. У нас же кривая посещения постоянно идет вверх. Инфу сливают и с городской, и областной администрации, и с прокуратуры, судов, МВД и так далее. То есть оппозиция у нас вездесущая и неуловима. Кстати, Кируханову сдали из областного правительства. И еще этот пример показывает, что Орлец становится серьезным инструментом влияния. Сейчас это не просто новостной сайт, а индикатор состояния части общества. Ну, а местная власть дает немереное количество скандальных поводов для обсуждения. Как сказал один высокопоставленный московский чиновник, вот за что мы любим Орловщину? Если в ЦФО что-то случается, мы точно знаем, это у вас. Мирные инициативы из Орловского правительства вызывают сомнения. Вот статья в Орловской правде «Уходя, гасите счет». Очень странный пример гражданского согласия. А тут вдруг, на прошлой неделе, Орловская правда делает накат бессмысленной и беспощадной на нового председателя Орловского суда Федора Телегина. Статья называется «Кто в лес, кто под рову», а главное под заголовок. Председатель Орловского областного суда Федор Телегин сам решает, какие законы для него принять. То есть, получается, призывы к консолидации идут от тех, кому эта консолидация и не требуется. Кто-то использует СМИ, как ту собаку, которую хозяин держит, чтобы самому не лаять. И решает свои частные задачи в своих частных интересах. Возникает вопрос. А кто же раскачивает лодку? Вообще-то, независимым СМИ не нужны предложения любви и дружбы, а нужны совершенно нормальные, разумные правила игры. Нормальные условия для профессиональной работы. А теперь послушаем, какими хотят видеть жители нашего города средства массовой информации. Единственный канал, какой я лично смотрю, это «Культуру». Потому что там и передачи приличные, и этой самой рекламы нет. Телевидение должно быть честным, а то вокруг одно лицемерие и ложь. Телевидение прозрачным и некоррумпированным. Ясно? А не как сейчас, заказное. Правдивым и честным должно быть общественным телевидением. Ну, чтобы учитывали все мнения, всех людей, а не только тех, кто сверху. На этом позвольте попрощаться. До встречи на следующий день. Субтитры создавал DimaTorzok